Здравствуйте. Меня зовут Вахита Врината Шамильевна. Я возглавляю отделение нефрологии гемодиализа. И сегодня мы с вами рассмотрим вопрос, как узнать, что у вас проблемы с почками. Почки – это парный орган. Они расположены под обе стороны от позвоночника. Находятся они примерно на уровне 12-го грудного, 3-го поясничного позвонка. Почки выводят мочу через мочеточник, доводят ее до мочевого пузыря. И потом уже посредством мочеиспускания моча выводится наружу. Почки похожи на бобы. Они выполняют различные функции. Функций в организме у почек достаточно много. В первую очередь они очищают организм от продуктов азотистого обмена в организме и токсических веществ. Также они нормализуют состав жидкости, объемы жидкости в организме. Выделяют лишнюю жидкость из организма. Почки участвуют в продукции гормона эритропоэтина, который необходим для поддержания нормального уровня гемоглобина. Если у человека развивается почечная недостаточность, функция почек снижается значительно, то выработка эритропоэтина снижается. И, соответственно, это приводит к тому, что уровень гемоглобина у человека может снижаться. Также почки участвуют в обмене кальция фосфора витамина D. В почках происходит выработка активной формы витамина D3. И также это необходимо для формирования здоровых костей. Почки поддерживают артериальное давление и также участвуют в поддержке числотно основного состояния и баланса электролитов, которые очень важны и необходимы для протекания всех важных физиологических процессов в организме. Прежде всего, понять, что проблемы есть с почками, мы можем по общему анализу мочи. Давайте рассмотрим вопрос, как правильно сдать анализ мочи. Прежде всего, накануне нежелательно употреблять те продукты, которые могут повлиять на цвет мочи. Это, например, стекла, морковь. Нежелательно принимать мочегонные препараты. Женщинам не рекомендуется сдавать анализы мочи во время менструации. Обязательно необходимо провести гигиенические процедуры наружных половых органов, чтобы не получилось ложных результатов. При первом утреннем мочеиспускании небольшое количество мочи. Примерно первые 1-2 секунды необходимо выпустить в унитаз. Непрерываемое мочеиспускание подставить в контейнер и собрать примерно 50 мл мочи и потом уже баночку плотно закрыть. Здесь вы видите основные параметры общего анализа мочи. Давайте рассмотрим, какие параметры основные, какие могут быть отклонения. Цвет мочи может быть различным. Бесцветный, светло-желтый, желтый. Это зависит от того, какие продукты вы потребляете. Почки, они концентрируют мочу. Если человек пьет много жидкости, получается, что у него моча будет разведенная, она будет более светлого цвета. Если же пациент много потеет, пьет мало жидкости, то почки, соответственно, мочу сильно концентрируют. И моча, она будет насыщенного цвета, желтая. В норме моча всегда прозрачная. Мудная моча уже говорит о патологическом изменении в анализа мочи. Там может быть белок или может быть осадок, то есть воспалительный процесс. Удельный вес варьирует от 1001 до 1035. Тоже это говорит о концентрационной способности почек. Если в почке человек много пьет, моча будет более разведенная, удельные веса будут более низкие. Если пациент меньше жидкости пьет, моча будет более концентрирована. И в течение суток удельный вес у пациента может варьировать в достаточно больших пределах. Белок. Белок в моче в общем анализе обычно отрицательный, могут обнаруживаться следы. Норма белка зависит от нормы лаборатории. В зависимости от реактивов, каждая лаборатория может немножечко давать определенные свои параметры верхней границы нормы уровня белка. Но на самом деле, если белок в моче обнаружили, необходимо дальнейшее обследование сдать суточную мочу. Или наоборот, проверить белок, потерю белка с мочой на тонком уровне, альбуминурию сдать. Клетки плоского эпидемия в норме примерно до 5 в поле зрения могут обнаруживаться. Если обнаруживается большее количество, это говорит о том, что может быть и воспалительный процесс, или погрешности при сдаче анализа мочи. Клетки почечного эпидемия в норме не обнаруживаются. Лейкоциты. Они могут быть в общем анализе мочи до 5. Это считается нормальным. Если большее количество, то это говорит, скорее всего, о воспалительном процессе. Это белый нефрит, мочекаменная болезнь, которая находится в стадии воспаления. Лейкоциты также могут быть и при невоспалительных системных заболеваниях. При волчанке, волчаночном нефрите тоже лейкоциты в моче могут обнаруживаться. Эритроциты. По сути, это клетки крови. В норме также могут быть не более 2-3 в поле зрения. Если эритроциты обнаружены в большем количестве, то это также может говорить о заболевании почек, о гламирулярном поражении почек, мочекаменной болезни, когда нарушена эмбродинамика, вероятно, образование какой-то онкологической мочеполовой системы. И это требует дальнейшего дообследования. Соли. Ураты, оксалаты, фосфаты. Они могут быть в небольшом количестве. Слизь также может быть в небольшом количестве. Увеличение слизи говорит о воспалительных процессах или погрешностях при сдаче анализа мочи. Бактерии в норме не обнаруживаются в общем анализа мочи, но существует такой анализ, как бакпосев мочи. Когда пациент сдает анализ мочи, и если у него нет клиники, но выявляют определенное количество бактерий, там 10 в третьей степени, это лечение не требует. Это говорит о бессимптомной бактерии урии. Если же уже при бакпосеве выявляют большое количество мочи, это сопровождается клиникой учащенного мочеиспускания, изменением в анализе мочи, повышением лейкоцидов, то это говорит о воспалении и требует антибактериальной терапии. Грибы в норме они также не обнаруживаются. Если обнаруживаются, то опять же это говорит о вероятной погрешности при сдаче анализа мочи или обрековом поражении мочеколовой системы. По нему анализе мочи пациент может клинически жаловаться, думать о том, что у него больные почки. Давайте поговорим о боли в пояснице. Вспомним еще раз, где находятся почки. Они находятся в области 12-го грудного, 3-го поясничного позвонка. В норме, если они не опущены, соответственно, боль в тазу быть не может. Она должна быть примерно в поясничном отделе. Она может иррадиировать по ходу мочеточников и отдавать мочевой пузырь. Надо сказать, что очень часто заболевания почек, такие как диабетическая нефропатия, гипертоническая нефропатия, эти заболевания протекают без болевого синдрома. То есть процесс в почке может протекать, и при этом пациент не чувствует болевого синдрома в пояснице. Если боль отдает в ногу, если вы поднимаете сумку, наклоняетесь, и в этом случае усиливается боль в пояснице, то это, скорее всего, боль неврологического характера, проблемы с позвоночником. И поэтому необходимо в таком случае обратиться обязательно к неврологу. Боль, обусловленная заболеваниями почек, может быть, например, когда почки увеличиваются в размере. Когда, например, есть такое заболевание, геморрагический характер с почечным синдромом. Почки в размере увеличиваются, растягиваются к капсулу почки, и поэтому человек ощущает болевой синдром. Боль может быть при наличии мочекаменной болезни. Камни в почке могут быть, как в самой почке, в мочеточнике или в мочевом пузыре. Если камень находится в почке, при этом гуродинамика не нарушена, то человек не обязательно будет ощущать болевой синдром. Если нарушен отток мочи из почки, эта ситуация может быть острая, сопровождаться острой почечной коликой. Пациент ощущает болевой синдром в пояснице, у него может быть тошнота, рвота, озноб. Если камень спускается уже в область мочеточника, у пациента может быть примесь крови в моче, повышается температура. Это уже очень важный такой признак, у человека появляется учащенное мочеиспускание. При наличии камней в мочевом пузыре, также человек ощущает учащенное мочеиспускание, боль, жжение при мочеиспускании, примесь крови в моче и позывы на мочеиспускание. В таком случае, ни в коем случае нельзя терпеть, и необходимо обратиться к врачу. Еще один важный момент. Когда у пациента, например, правосторонняя почечная колика, это клинически по симптомам может быть похоже на острый аппендицит. И поэтому, если у вас боль в правом боку, опять же скажу, ни в коем случае не нужно заниматься самолечением. Необходимо обратиться к врачу, который назначит анализы, проверит пози и определит, что это. Потому что очень часто, на самом деле достаточно часто аппендицит похож на почечную колуку. Следующий метод исследования, который может подсказать врачу о том, что у пациента имеется заболевание почек, нефролог обязательно просит принести это исследование с собой, это ультразвуковое исследование почек. Ультразвуковое исследование, оно безболезненное. Оно не несет негативной нагрузки на организм. Желательно УЗИ почек делать на фоне опустошенного мочевого пузыря. Потому что если мочевой пузырь заполненный, то рефлекторным может быть расширение чашелоханочной системы. И это смажет картину, может косвенно говорить о заболевании почек. Поэтому желательно делать это на фоне именно опустошенного мочевого пузыря. УЗИ скажет о наличии почек, о их расположении. УЗИ можно делать как лежа, так и стоя. То есть признаки нефрактозы косвенно по УЗИ тоже могут быть выявлены. Наличие камней. На данном слайде вы видите почки с камнем. И такой феномен акустической тени. То есть под действием ультразвука за камнем образуется акустическая тень. Такая темная дорожка. По УЗИ видны кисты. Это анахогенное образование, круглые. Кисты, они, если не увеличиваются в размере, если они кругленькие, нормальные, внутри их содержимое одинаковое, гомогенное, то за кистой просто наблюдают. Если врач ультразвуковой диагностики описывает и видит, что содержание кист не гомогенное, там есть включение, киста, она неровная, то врач порекомендует уже дальнейшее дообследование по поводу данной кисты, чтобы решить, что с ней дальше делать. Теперь несколько слов поговорим об артериальной гипертенции. Давление. Давление может быть как проявлением заболевания почек. Давление может быть следствием заболевания сосудов почек. И давление может быть признаком самого заболевания почек. И также, если давление как самостоятельное заболевание возникло, постепенно, с годами, оно может привести к тому, что почки будут поражаться. Если у человека имеются определенные признаки, такие как дебют давления до 30 лет или тяжелая гипертензия в возрасте после 55 лет, если человек ранее таблетками хорошо коррегировал свое давление, и вдруг те же таблетки перестали нормально на него действовать, стало давление часто очень высоким, если по усею выявлено, что размеры почек неровные, разница между длинниками почки примерно 15 мм, это может говорить косвенно о вероятной базоренальной гипертензии, то есть давлении вследствие сужения сосудов почек. В этом случае необходимо провести исследование, ультразвуковую доплерографию сосудов почек. И в зависимости от этого исследования, в последующем уже врач смотрит по результатам, необходимо ли дальнейшее лечение, как скорректировать медикаменты, потому что не все лекарства при возрасте гипертензии можно. Есть хирургические методы лечения, которые уже определяет сосудистый хирург. Если давление течет само по себе с годами, оно приводит к гипертонической нефропатии. Помимо давления у человека постепенно появляется белок в моче, может снижаться почечная функция, что за временем приводит к почечной недостаточности. Также артериальная гипертензия может комплексно быть проявлением заболеваний почек, таких как гламированный нефрит. Когда у человека поражаются именно почечные клубочки, признаками гламирования нефрита комплексно в различном сочетании могут быть и повышение давления, отеки, изменения в анализах мочи, белок, эритроциты. Следующий важный показатель, о котором необходимо поговорить, это креатинин. Он определяется по крови. Креатинин – это продукт азотистого обмена. Он образуется в результате работы мышц. Креатинин примерно с одинаковой скоростью выводится из организма и нет сильных факторов, кроме функции почек, которые влияют на его выведение из организма. Поэтому именно этот параметр в основном в мире сейчас используется для оценки функций почек. И в зависимости от того, сколько креатинина выводится из почек и какой креатинин в крови, высчитывается скорость клубочковой фильтрации. Как я сказала, креатинин – это продукт азотистого обмена, связанный с работой мышц. У мужчин мышечной массы больше, у женщин меньше. Поэтому у женщин норма креатинина чуть ниже, чем у мужчин. У женщин это 50-98 микромоль на литр, у мужчин 64-111 микромоль на литр. Параметры могут немножко варьировать в зависимости от реактива от данной конкретной лаборатории, куда вы сдаете. В зависимости от уровня креатинина рассчитывается скорость клубочковой фильтрации. То есть в мире существуют различные методы оценки скорости клубочковой фильтрации. Чаще всего сейчас используется формула CKD-EPI, которая учитывает уровень креатинина, расовую принадлежность, возраст, и по определенной формуле вводятся параметры, рассчитывается скорость клубочковой фильтрации. Скорость клубочковой фильтрации в норме должна быть более 90. Почечные недостаточности, признаки почечной недостаточности возникают, когда скорость клубочковой фильтрации снижается ниже 60 мл в минуту, нормализованная на поверхность тела. Что еще раз хотелось бы подчеркнуть? Если вы хотите узнать, что у вас проблемы с почками, придете на прием к нефрологу, здесь тот линию анализа, который необходимо для начала сдать, чтобы понять. И уже это общий анализ мочи, общий анализ крови, биохимический анализ, мочевина, креатинин, общий белок, сахар, холестерин и УЗИ почек. И уже по результатам этих исследований врач может заподозрить определенное заболевание и решить, нужно вам дальнейшее дообследование. Или достаточно этого скажет, нужно ли вам приходить в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова